На этой неделе мы еще раз вспоминали Ербола Барымбетова, простого казахского парня, погибшего в Первой Карабахской войне от рук армянских оккупантов. Мы сообщали о нем в предыдущих выпусках итогов недели. Презентация книги о Ерболе уже прошла в Казахстане, и вот на этой неделе она состоялась в Баку. Он отдал свою жизнь за братский азербайджанский народ, за освобождение земель от оккупации. Простой казахский парень Ербол Барымбетов отправился в ряды азербайджанской армии добровольцем. Служил в период с 1992 по 1994 годы. Был разведчиком. Ербол Барымбетов целых 28 лет считался без вести пропавшим. Узнать о его судьбе мешала ошибка всего в одной букве фамилии. О нем стало известно только в прошлом году. Ербол всегда был патриотом. Он любил не только свою родину Казахстан, но и проявлял особый интерес к Азербайджану, к его истории. Отслужив в армию, он никому не сказав отправился в Азербайджан, чтобы воевать за вашу страну. Никто не знал, где он и что с ним. 28 лет он числился пропавшим без вести. Спустя долгие годы нам пришла весть от его сослуживцев. Мы узнали, что он похоронен на второй аллее почетного захоронения в Баку. Выражаю благодарность Азербайджану за столь высокое уважение, проявленное к моему брату. Последнее боевое задание Ербола пришлось на 20 апреля 1994 года. Отряд из девяти человек, казаха и восьми азербайджанцев, вел бой с противником в тертерском направлении у Агдеринского моста. Силы были неравны. Выжить удалось лишь одному. Оказывается, была еще одна подгруппа, которой мы сперва окружили их. Был хороший бой. Ну, сзади нас, как бы, снова нас в засаду взяли. В засаду взяли и снова с ними, как говорится, обстреливались, защищались. Но, к сожалению, все погибли наши бойцы. Я с четырех полюбименными ранениями тоже получил ранения. Можно сказать, вышел из строя, потерял сознание. Но оснулся, был в госпитале. Я всегда спрашивал, зачем он к нам сюда пришел. Есть такие люди, ради денег воюют. А у него денег не было. Ему никто не денег давал. Он просто как турк воевал, понимаете. Но тогда мы не понимали, как турк. Объяснял нам, мы не понимали, думали, что-то там нехорошо, тут ему хорошо. Он воякой был из-за этого, я думал. Был в разведшколе, учился в разведшколе. Потом он, как бы, говорил, что я хочу за Азербайджан, за наши земли воевать. Это наши все земли, наши родные, наши близкие, наши друзья, братья. И вот из-за этого, вот такой, он из-за этого, что у него был, как бы, к нам, такая симпатия была к этому народу, как мусульманин, к мусульманинам. Всем шахидам, участникам и ветеранам Первой Карабахской войны, а также матерям, потерявшим там своих сыновей, посвятила свою книгу Насиха Кенжина. Ербол Шахид Карабаха она презентовала в Казахстане и вот на этой неделе в Баку. Издание основано на реальных фактах и документах и важно для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, братской дружбы и солидарности. Я восхищалась азербайджанским народом тем, что, находясь во время оккупации, народ жил, город процветал, страна процветала. И, зная, каждый азербайджан знает в сердце, в своем душе, что их земли оккупированы, зная, что был страшнейший геноцид Ходжалы, погибают ребята, шахиды. И, знаете, вот это все зная, я поражаюсь, почему я хочу сказать, что не озлобленный народ азербайджан, доброжелательный. И, вы знаете, я зауважала и оценила, и даже приняла близко к сердцу эту боль, то, что, оказывается, есть такой народ, и у них такой сильный патриотизм, такая большая любовь к родине. И, знаете, вот действительно, я еще такого народа не видела. И я прониклась любовью к этому народу, к их доброжелательности и к тому, что все-таки земля родная, и они, несмотря ни на что, хотя их изгнали с родных земель, зимой, босиком, беременные, старики, женщины. Это, знаете, это такая боль была, она и моя боль была. Геноцид Хаджалы, когда я первый раз услышала, я действительно с тех пор проникла с этой болью. А окончательную точку мне поставила, это смерть девочки Захры в Физулинском районе, где оккупанты стреляли в мирных жителей и стреляли в ребенка, который играл во дворе. И после этого у меня вообще, знаете, можно как сказать, заговорило такое материнское сердце, и я вообще уже, ну, не хотела, знаете, что-то сделать для азербайджанского народа. И она делала. А на сихе Гумарказы Кенжиной в азербайджанском обществе знают уже не первый год. Она посвятила Азербайджану несколько книг. Ее любят и уважают. Азербайджанцы благодарны писательнице за любовь и сострадание, за разделение боли от последствий их войны, за освобождение своих исконных земель от армянской оккупации. Все годы конфликта, еще с советских времен, Насиха Кенжина следила за происходящим и рассказывала в Казахстане реалии, сложившейся в братском государстве ситуации. Оставаться в стороне, по ее словам, она просто не могла. Они сейчас поняли, тем более, когда узнали, что наш казахский парень Ербол Барамбетов стал шехидом и достойно похоронен на этой второй аллее почетного захоронения. Естественно, у них совсем уже другое мнение. Они сейчас гордятся нашим парнем, гордятся, что азербайджанский народ достойно ценит, уважает и действительно дружба стала еще крепче. Они стали сейчас теплее, ближе. В честь победы Азербайджана во Второй Карабахской войне она написала книгу «Карабах. Долгая дорога домой». Насиха Кенжина приложила все силы и для того, чтобы помочь семье Ербола. Именно благодаря ее усилиям сегодня имя простого казахского парня на слуху. О нем теперь известно на родине, в селе Курагаты, Турар Рыскулского района Джамбульской области. Родные Ербола отказались от предложения азербайджанских властей о его перезахоронении. Они уверены, что ему хорошо на той земле, за которую он отдал свою жизнь. Она его приняла. Мехребанка Сумова, Фарид Лочинов, CBC. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова